ну что добрый вечер всем друзья состоялся мой визит к лору к врачу здесь не все так однозначно как с терапевтом врач в целом не понравилось и медсестра в том числе единственный нюанс то что я когда поднялась на второй этаж поликлиники я была честно шокирована сейчас просто кадр вставлю как выглядит поликлиника и вы поймете что к чему и ожидать от нашей медицины что-то хорошее пока творится вот это но я даже не знаю теперь когда у вас прошел эстетический шок давайте приступим к обсуждению что же это все-таки было и вообще правильно ли я сделала до что пошла к лору несомненно правильно единственное что терапевт могла бы для галочки как я уже говорила да еще утром хотя бы послушать меня потому что у меня уже начался соматический кашель на фоне того что у меня с носом проблемы какие именно проблемы сейчас как раз расскажу я пришла в поликлинику уже к 4 немножко под задержалась приняли меня на 15 минут позже чем надо ну в общем как бы там проводится тотальная дезинфекция передо мной девушка выходила и я после нее ждала 20 минут не могла зайти просто потому что они обрабатывали помещение то есть там прям вообще на высшем уровне сейчас все проводят чистки там ручки 500 раз вот то есть кто-то вышел она сразу протерла потом зашел к ним какой-то врач вышел она за ним побежала протерла то есть вот вот там полная санитария в плане того что в хорошем смысле там прям ну вообще вот в лор кабинете прекрасно зайдя в сам кабинет стоит стул пододвинутый прям вплотную в одну стену медсестра сидит по другую ровно самую сторону то есть вот на вот таком огромном расстоянии то есть пациент от медсестры врач сидит вообще сбоку возле окна ну то есть там и до врача и до медсестры одинаково большое расстояние прежде чем врач лор у меня ну сняла мою маску да и начала мне соответственно смотреть она очень долго расспрашивала какого характера выделения износа потому что видимо на есть какие-то симптомы которые не совсем эстетически позволяют до проводить осмотр то есть она мне сказала снимать маску только когда я объяснила что они у меня прозрачные или белого цвета в общем не гнойные не желтые обычного цвета после этого начала делать не осмотр она посмотрела ноздри посмотрела горло и прям сразу все села на свое место и начала что-то с медсестрой обсуждать и тут так как мне уже не пять лет я уже не скромная маленькая девочка я начинаю расспрашивать что это такое рассказывать про симптомы рассказывать и про кошку потому что мало ли вдруг все-таки аллергический ринит и прочее но она говорит что это вазомоторный ринит еле-еле я добилась диагноза на самом деле видимо она еще не совсем в этом уверена потому что мне надо явиться опять поликлинику 12 мая мне выписали вот такой вот листик чем лечить и как лечить и вот эти вот три средства обошлись мне в полторы тысячи рублей вы знаете при нашей бесплатной медицине как-то не хочется болеть потому что вот это вот полторы тысячи рублей из них вот этот ринонором 83 рубля это спрей назальный кстати вот этот спрей оказывается мне нельзя было им брызгать ринофлу и муцил в общем если у кого-то такие же симптомы как у меня заложенность носа сухость в носу и отсутствие до обильных соплей тогда вот это вот пить нельзя капать ринофлу и муцил в общем то вот эти два средства они имеют вообще полностью противоположное действие то есть вот этот вот как раз таки ирина норм рина стоп нужен если у вас нету соплей грубо говоря до них не отходит получается нечему отходить сухой нос заложенный нос здесь к силаметазолин в составе входит то есть это видимо тоже вот эту же и на норм будут у нас потихоньку отменять потому что чтобы у меня не было привыкания но для чего мне нужен этот ринонорм на самом-то деле вот этот ринонорм мне нужен только для того чтобы после него нос начал чуть-чуть дышать то есть уже раскрылись сосуды да и после него мне нужно будет вот это вот средство это самое дорогое средство из того что у меня здесь есть называется авамис и это гормональное средство один раз один пшик скажем так два раза в день хотя в такой дозировки в описании этого гормонального нет но мне назначили так то есть утром и перед сном вечером будет буду пшикать гормональное средство причем наверное вот привязку вот этого средства и этого средства на говорит под на пятый день если что можно уже отменять рина норм по идее должно быть проще но продолжать также брызгать пшикать авамис флутикозона фурат вот так он выглядит никогда не думала что мне назначат гормональные от носа но видимо какие-то показания для этого были тут еще нужно типа внимательно прочитать инструкцию но собственно говоря я думаю тут ничего сложного не будет пастру инструкции по стоимости 845 рублей после этого мне нужно раз в день пить вот такой вот мантил у каст это я так понимаю на 3 в каком-то содержание здесь 30 таблеток на рассчитан на один курс один раз день 30 таблеток по 10 мили 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 грамм и на мг это миллиграмм вот здесь получается такие три пластинки по стоимости вот это средство стоит 561 рубль курс ну вот это кстати еще как-то по-божески на месяц 560 а вот сейчас посмотрим что тут лоба миссия драма ухты и такого еще не ведет какой-то гормональный справить и тут прям ноу-хау колпачок ну-ка давайте давайте откроем вот такой ага вот так наверно пшикать она кстати сказала два один раз вот пустой воздух пшикнуть а потом ухты прям дождик пошел я рассказала что он настолько безвкусный будет без запаха что я даже не пойму что что-то брызнула но она горит не передозировать самое главное не передозировать это ровно по одному пшику в каждую ноздрю два раза в день мы будем пробовать на самом деле сегодня уже вечером конечно же буду это делать сначала ринонормом обычным спреем назальным потом она горит как только нас продышался сразу на сухую получается не испорченную ноздрюхом добавить к чему я все веду а то это я могу долго обсуждать как дорого все это невыгодно в нашей стране болеть и прочее я веду это к тому что по сути врач рассказала что-то вазомоторный венит также все нюансы связаны с аллергии были изучены она говорит что поэтому мне 12 мая нужно будет появиться к ней чтобы понять во-первых эффективность прописанных ее средств потому что таки же гормональная надо контролировать в этом плане я бы сразу хочу сказать что по ходу я под задержусь потому что не долечить уже начатое такое дорогостоящее лечение в принципе тоже не могу лучше я понаблюдаюсь у врача тем более так понимаю что явно месяц мне не придется ждать я и объяснила что в другом как бы регионе проживают я просто к родителям приехала и вот из-за карантина под задержалась и тут такое она сказала ну посмотрим придете ко мне 12 мая так что 12 мая что точно буду тут однозначно меня уже два часа визит к врачу запланирован поэтому пока что когда я приеду в анапу я тоже не знаю но сам факт что она сказала что слизистые носа они отекли и отекли немножко вот ну как вот туда ниже то есть пазухи носа текли уже переходящих в голову в горло поэтому надо вот такие меры принимать и причем я говорю какие вообще случаи запущения вот этого всем но в лучшем случае в лучшем случае говорит гайморит в лучшем случае полипы так что в принципе я хорошо что сходила к врачу это вот отвечая на вопрос правильно ли я сделала да что все таки пошла кору естественно правильно потому что гайморит это уже плохо хотя она ведь это в лучшем случае то есть в лучшем случае вообще полипы я так понимаю что тут уже без хирургического вмешательства никак поэтому друзья если вы также как я небрежно относитесь к насморку ну вот как я до сегодняшнего дня относилась наверное не стоит потому что я почувствовала как я запустила видимо вот этот аллергический ринит полученный изначально источник кошка настолько напряглись сосуды потерялся тонус сокращение ну вот дыхательный тонус то есть ну я сейчас понимаю что я все так же разговаривать через рот и это действительно ну как-то неприятно это минимум просыпаться посреди ночи от того что у тебя дышка это не может дышать это не есть хорошо то есть хорошо что обратилась сейчас дай бог чтобы лечение которое назначил лор врач помогло потому что действительно мне не улучшает день ото дня я думала знаете как обычно насморк это что и что насморк лечить 14 дней что не лечить две недели все равно результат один и тот же типа он пройдет но вы видите я в курске нахожусь уже без малого месяц вот 12 мая как раз таки месяц будет как я здесь то есть через каких-то пять дней уже месяц я буду здесь и насморк начался буквально снова приезда и за исключением редких случаев когда вот я не просыпалась бы ночью и когда я вообще нормально спала то есть я за все это время наверно нормально поспала дня два-три но первое время я смахивала на аллергию ладно сойдет потом какое-то время я использовала оксилен который нельзя потом перешла на и на фу и муцил понимаете это просто это банально до насморк просто пшикла да и ладно фиг с ним а то что даже вот это не надо было и нельзя это противоположное действие оказывает на нос я знать не знала залечила вот понимаете банально залечила насморк вот что что насморк который не переходит в урвили у меня не не простудный вирус ринит и не бактериальный и не аллергический ринит то есть у меня вот он какой-то вот вазомоторный то есть он без причинный можно так сказать ринит как следствие отягчающее следствие перелечение не того чего надо знаете как бывает побочные действия каких-то препаратов да когда их не по назначению либо передозировку вот 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 этот вазомоторный ринит по сути является вот как будто следствием вот такого какого-то непонятного лечения какого-то побочного эффекта от чего-то другого и здесь я не упускаю варианта что это мог бы действительно аллергический сначала ринит на кошку но потом когда мы покупали кошку он вроде стих а потом вроде опять начался но все равно продолжается вот этот ринит и она говорит ну вы же не всю жизнь будете жить с кошкой верну пока не планирую так у родителей же живу ну вот если будете потом планировать ну всю жизнь жить с кошкой тогда надо будет уже конкретно к аллергологу это если вы трипумом по будете увидите то вы лечите вазомоторный ринит ну в общем будем лечить на этом все вот такой вот визит к врачу мне понравился в целом подход врачи очень доходчиво все объясняют абсолютно адекватно отвечать на мои вопросы может быть они в чем-то и глупые потому что я просто переживаю человеку тяжело дышать подумайте даже какие вопросы мало задавать то есть я докопалась они вежливо учтиво отвечали на мои на мои вопросы то есть не ни один мой вопрос к нам так не остался без ответа это единственный день день и вообще случай когда я вышла от врача с полным удовлетворением от полученной информации то есть далее все зависит как говорится уже от меня до от моего иммунитета и вообще от средств которые она прописала то есть с точки зрения информативности это было очень информативно но как бы если бы все так работали как лор врач я думаю у нас бы заболевание было бы в разы меньше на этом все друзья пишите комментарии видите как хорошо что я сходила так бы я она уж не вылечилась бы это же уже все нарушение функции дыхательной носа то есть там отек и он сам не рассосется и говорят худшем случае уже полипы то есть это уже наросты такие разрастется что там уже только медикаментозным не получится можно бы хирургически мешать и так будьте аккуратны не болейте всем пока пока